Всем привет, друзья! У нас с вами дуэльный видос, и играть будем на карте Фортреса. Мне выпали поляки против Франка Дракена. Дракен один из любителей закрытых карт, в целом постоянно их играет в рейтинге, очень много тоже стримит. И что самое интересное в Дракене, что он очень красиво подгорает. Это вот то, чего у него не отнять. Так, пойдемте сначала посмотрим там на лес. Блин, я крестом пошел зачем-то за кабаном. Ну ладно, второго подманим скаутом. После того, как найдем. Так, да, вот так вот построим, да, или как тут правильно? Или как тут правильно? Окей, попросил на секунду, так надо понять, как мне построить эту штучку. Наверное, все-таки вот на вот эти вот девять тайлов. Да, вот это дерево нужно будет срубить, да? Вот это дерево надо будет срубить, и когда я его срублю, я смогу здесь тоже сделать фермочку. Отлично! Замечтательно! Да, франки против, франки против этих. Особо не будем ничего придумывать, не будем выпендриваться. Будем в основном просто бумировать. Вот. Будем просто бумировать. Да. Ждем. Все еще ждем. Кстати, барак стоит. Наверное, нужно будет построить конюшню-маркет. Конюшню-маркет с каутами поконтролить реликвии. Может быть, даже... Хотя нет, наверное, на камень за поляка я не пойду, не успею все равно на хорошее количество монахов собрать. Так что, наверное, все-таки на голду. ТЦ можно вплотную к первому ТЦ поставить. Тоже будет симпатично выглядеть. Ну, а так, ощущение, что я могу просто повыходить в коней, наверное. Кавалерию в замковой эпохе проконтролить карту, заставить его прижаться внутри. Вообще, можно фулл замки, да, попробовать поиграть, как у меня было на одном из прошлых видосов, где я играл за японца в полностью замковую эпоху. В принципе, можно и здесь так попробовать. Но, с другой стороны, Франки, блин, очень хорошая цивилизация на бум. Это как раз Тацива, одна из немногих, у которой все эко-бонусы сохраняются на старте без овец. Ну, и, в принципе, вот на такого рода старте. Так что задумка интересная. Как же дракен, дилейт, дилейт видос. Давайте о чем-нибудь с вами поговорим, ребята. Вот. Ну, вы же понимаете, что я не профессионал монтажа. Конечно, я не буду вырезать эту паузу, потому что это займет слишком много времени. Вырезать одну такую паузу будет стоить вам целого видоса. Что выберете вы? Видос или вырезанную паузу из монтажа? Вы ведь все понимаете, что вы можете прямо сейчас отложить свою порцию какой-нибудь, я не знаю, молочной гранолы или что там я обычно ем на завтраке. Какой-нибудь смузи-болл, поставить его в сторону. Ну, и взять мышку для того, чтобы все-таки перетащить. Не знаю, как вас, меня такое раздражает, когда мне приходится отвлекаться от еды. Это очень тяжело, потому что хочется-то кушать. Правильно? На видео, когда все с вами смотрим. Когда кушаем. Ой... Блин, кабана второго не вижу, жалко. Даже не знаю, куда скаутом бежать уже хочется разведывать. Я не могу, придется, блин, с кабаном разбираться на бэке. Уф, Дракен, что же у него там произошло? Надеюсь, он в порядке. Ребята, у вас есть какие-нибудь сомнения по поводу того, в порядке Дракен или не в порядке? Я надеюсь, что он в порядке. Давайте быстренько зайдем на его стримчик и посмотрим, в порядке он или не в порядке. В порядке он или не в порядке... Ой, нельзя заходить. Нельзя заходить. Все, во время загрузки свернул. Я же подсмотрю все, боже. Ужас какой. Блин, даже не могу посмотреть. В порядке. Вдруг он просто сидит на веб-камере и угорает надо мной. Уже сдался давно. А у меня игра тут в паузе висит. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень неприятная история. Будет забавно, если он сейчас сдастся, я уже столько души вложил в этот видос, что мне придется его выложить. И вы будете смотреть вот такую вот долгую интересную катку в 37 секунд. Можно за поляка крестами кабанов подманивать. Они же отхилятся, правда? Видите как? Есть бонусы. Будем использовать бонусы. Так что считайте первым кабаном уже, подманивая его, использую бонус. Использую очень важный, классный бонус своей цивилизации. Правда, они хилятся будут только с феодальной эпохи. Но будем надеяться, что в дарковой эпохе меня не придут убивать. Давайте расскажу вам про бонусы поляков. У поляков есть уникальная штука. У них ферма засеяна рядом с их большими мельницами, которые называются фулрак. Рядом с этими большими мельницами 10% еды автоматически скидывают в банк. А, и мы как раз с вами играли за поляков, когда я играл с максимальным объяснением того, что происходит. Еще это, бывая камень, мы генерируем золото. Еще у нас хилятся кресты. Еще у нас есть уникальная технология в замке, серебряной коронкой в замковой эпохе, которая делает большую скидку на создание рыцарей. И вместо 75 золота они стоят сколько-то там. Я бы сделал ставку на то, что они стоят 33 голды. Вот, в то время как имперская технология делает наших вингит гусаров, которые доступны всего трем цивилизациям, полякам, или двум цивилизациям, полякам и литовцам. Вингит гусары, это круче гусара, чем у других цивилизаций. У них появляется трампл дэмэдж. Ну, не надо думать, что они очень жесткие. У них все-таки нету последнего армора. Это значит, что они недостаточно хороши против стрел. Хотя франк вряд ли как раз будет делать против меня большое количество стрелковых юнитов. Вот, у них появляется трампл дэмэдж. Еще у нас у скаут линии есть дополнительный урон против лучников, который нам здесь вряд ли пригодится. И дополнительный урон против пороха, который в принципе здесь может пригодиться, если я буду играть обучен. Вот, у французов, например, быстрее добываются ягоды. Автоматически апается хомут. И вот, автоматически апается хомут. И плуг тоже. И севооборот тоже. Поэтому у франков очень хорошие фермы считаются в этой игре. И в принципе добыча по идее. Но у франков нету третьей стрелы. Поэтому в принципе цивилизация не очень такая сильная в очень поздней эпохе. Потому что у них не хватает технологий. Ну блин, эти сильные паладины, которые в автомате апают хитпоинты. А пампах у них еще и больше всех хитпоинтов, чем у любых других паладинов. Они очень сильные. Урок окончен! На перемену! На перемену! Раз, два, три! Раз, два, три! Ага! Ага! Сейчас как покажу вам трюк. Хотите увидеть трюк с кабаном? Минимальное время работы крестьян было потрачено для убийства этого кабана. Так, ладно, давайте девятого не будем делать на еду. Пошлем эту девушку туда. Ягоды нас добывают одни девчонки. Так, здесь у нас вроде как все закрыто. Эти стены вообще не имеют смысла. А потом их удалять будет долго и муторно, неприятно, некомфортно. Так, здесь мы выходим. И я, наверное, сразу хочу видеть пятого креста на ягоды. Я хочу сразу видеть пятого креста на ягоды. Да и, в принципе, эта стена нам тоже тут погоды не сделает. Если что, там потом закроем. Так, пятый крест на ягоды готов. Давайте теперь добавим четвертого, пятого на лес. В принципе, вон играю через... Через трех крестьян на старте. Часто это история. Так, скаут у нас почти отхилился. В замке, да. Так же, как и в ТЦ. Ну, во всех зданиях, кстати, хилиться. Но во всех зданиях с разной скоростью. Я, кстати, не всегда это знал. 44 у нас хп. В принципе, для скаутов. А, ну и даже против французского. Кстати, может быть, за счет каких-то горок это может повлиять. Да, в итоге на бэке у меня там все закрыто. Поэтому не будем там терять на это времени. Шестого креста сейчас сделаем. Вот тут Д. Здесь обязательно засеем фермочку. И у Дракена счет повыше. Он уже разведает. Так, ну и с какой популяцией-то я буду переходить? Давайте, наверное, сделаем... 24. Понятно, что Дракен, скорее всего, раньше перейдет. У него под это очень хорошая цивилизация. Там все дела. Семь ферм получится нормально. Вот, а мы перейдем с поп-24, потому что можем. Можем себе позволить никуда не спешить. Тем более, что я хочу построить конюшню. А, блин, да вообще, может быть, можно было из популяции 25 перейти. Почему бы и нет? Хотя, наверное, это будет не шибко грамотно смотреться. В обманываю, может быть, будет и хорошо смотреться. Все желание в чат посмотреть, с вами пообщаться. Но... Это всего лишь запись видео. Ладно, давайте 24. Попробуем покорчить из себя профессионала. Чистого на ягоды. Все-таки нам тут надо будет как-то побольше еды добыть. Нужно, чтобы ресурсов на все хватило. Так, ну реально, можно над ТЦ-хами подумать. Я вообще думал вот сюда, может быть, ТЦ-1 поставить. Нам просто не сильно нужно их разбрасывать. Не сильно ТЦ нужно разбрасывать. Поэтому... Есть большой шанс в одну точку поставить. Да... Как-то... Так, 98 мс. Это значит, что мы играем на Индии. Диван. Она говорит. Диван. Блин, а реально? Даже и поляки могут смотреть. То есть вы даже понимаете, что они говорят. То есть вы даже все понимаете, что они говорят. Так, ну что, леса получилось очень много. Еды нет. Классика. Сделаем одну ферму. Четыре вела у нас уйдут на строительство. Даня будет на породе. На бэке у нас будут всякие... Красоты в виде ферм. Так, так... Вы туда, вы туда. Блин, и что, мне не хватит на переход? Или я соберу 200 еды? Да, 200, видимо, соберу. Ну ладно, подходит. Эх. Так. Эти два домика так и хочется снести, конечно. Но я тогда потеряю свой польский бонус на то, что фульборок дает дополнительную популяцию. Поэтому, наверное, пока я их сносить не буду. Отлично. Переход нажат без айбла. Теперь нужно подождать, пока накопятся еды на необходимые мне апгрейды. Да, ну и, собственно, с точки зрения заказа скаутов, можно было на креста позже перейти. Да, я думаю, лучше бы я на креста позже бы делал билд. Ну ладно, ничего страшного. И так сойдет. Так, эти фермы не нужно будет пересеивать. Доцена камушек будет выглядеть приятно. Так, ну и давайте после хамутецкого две фермочки мы все-таки замутим. Тем более, я же скаутов буду делать. Блин, ну Дракен, если будет просто бумить, он меня, конечно, блин, жук перебумит. Блин, жук. Блин, жук. Хм. Эээ. Хм, пока что видел красную точку на мини-карте. Где же ты? Так, тут, наверное, как ферма закончится, так я туда и пойду. ПЦ-ку тут ставить. А по цеху, большим свествием, даже из-за леса, наверное, придется поставить. Мгм, переход состоялся. Готово место. Рассказание. Ладно, давайте с монастыря начнем. Отсюда куда-нибудь его вставим. А. Реально не хватает. Ни на что не хватает. Ага, Дракен тут закрывается. Кстати, тратят на это ресурсы. Вполне вероятно, что это делает его бум. Ладно, что, клуб у меня будет сделан, поэтому кроме... Ээээ... Какого-то лишнего ресурса на ранней стадии он ничего не получает. ТЦ-шечка у меня ставится. А, блин, там одно дерево мешает нормально ферму засеять, да? Так, ну давайте попробуем на его скалта тут навалиться всей толпой. Так, ну и скорость передвижения мне тут как будто бы понадобится. Блин, а тут интересный вопрос. Точно ли мне надо в этой зоне первый реликс собирать? Так, мы нападаем. Там он от меня уже прячется, подлый трус. Ладно, подло было слишком громко сказать. Так, ну у него что-то. Цехи имеются, да? Скорость передвижения тоже. Скорость передвижения тоже имеется. Не хотелось бы... Чтобы у него выживал скаут. Отлично. Ну, все. Вроде прилично выглядит. Да, все было бы замечательно, если бы у меня чуть-чуть почетче добывался бы лес. Да какая пауза, я уже все, что можно, рассказал, драки, ну ты чего? Ну ты чего? Мы уже окончательно взяли ложку и вилку в руки, чтобы кушать, а он... Так, ну че, как я... По экономике мне нормально будет обгонять. По экономике мне будет нормально обгонять. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Кажется, у него подлагивает. Так. Ну, погнали сеять ферму. Кому места не хватит, можете сразу располагаться на... Так, а я, кстати, это... Не нашел еще релики, да? Ой. Это вы сюда. Это вы сюда. Да. Отлично. пошло а где простите пожалуйста реликвии реально неужели он собирает релики я просто не нашел собрал два три всего три релика собрала где еще то два не смешно вот этих вот зонах могут быть главное чтобы не на беке вот если был релик на беке то я расстроен так что ли я поставить 4 тц как будто бы хочу реально я почти всю карту вижу как-то полностью замка в эпохе full замка у меня не получается да у меня full замка в эпохе не выходит все понятно причем по идее может попробовать купалами поиграть как вы думаете какой у него будет план это был кстати городской центр я его по-моему то чтобы очень давно до развела неизвестно героев так учитываю вообще очень давно кто то было очень давно на чилом сколько еды мы покупали мистер дракен так но у него уже сотня крестьян должна быть хочу чтобы он не хотел делать я получился вот оказалось в чем проблема мы лес в этой цене работал на лес а плюс один плюс один на коней понятно задумка задумка очевидно понятно а а эрик нас нет если я ну что он будет много конюшен делать интересно было 5 до цех вообще сколько такой роскоши еще нет отлично заходим на шинкова я интересного хватает на паладине у меня сейчас как запаладинирует я даже пойму ладно что пытаемся наносить урон что Продолжение следует... Так, а второй городской центр пощел. Ой, Ак-Напаладин закончился у него, да? Неприятные новости! Неприятные новости! Передаем мне приятные новости! Блин, пока, конечно, такое себе, да? Пока неприятно. Џь,âнь! Неприятные новости! так ну что когда-нибудь буду выигрывать какие-нибудь файта нибудь великие сражения победная будет у нас насчет здорово так много золота правда куда это мы отправились куда это мы пошли-то на надо бы как было бы как хера добавить этих монахов помните в одной из игр ой я не знал что мне тут со мной сражаются плюс 4 есть на коняк интересно есть всем грейдл сделал жесткий жесткий молодой человек снова сюда напал больно не стану скрывать не буду скрывать было больно причем я реально и до кончится что ли блин вот это плохой замок для меня тут что на вода строил есть маленький шанс продолжаем за спам продолжаем фуза спам пока переспамливает крестьяна получается еще маловато да что ли в чем моя проблема ой айс много крестьян полегло от него всегда приятно осознавать можно попробовать при бушете еще забрать ой блин просто убежал просто убежал прочекал его лицом местами больно а у него то она тогда откуда я не думаю что точки зрения резов он эффективно дерет она давайте тут для нам был треб забрать так важный сражений тоже победит в нем кажись не я или все-таки я решил что мы под замком больше нравится драться ну ладно блин как больно монах выживи не хочется еще голды тратить мне все дело линин он выжил он еще живет так нам треба сломать так вот и пошли алибарды от него да ладно это намек на то что ой и все мои крестьяне на лесе кресты в их вы чего так надо отменить этих всех пацанов давайте сделаем теперь побольше обучи можно сюда побольше отправить отлично так следующий объектив наверху на очень медленно буду играть конечно я в таком формате но что же на хочется конечно заиметь полностью про сгрэй жену и и мелко и мелко хватило гляньте как надо все надо камушек проверить пойдемте подеремся без арморчика но он тоже пока не в идеальных там кондициях так так что там у нас происходит тоже выигрывает по тут сражение пока не понятно как будто бы не я да ладно а у нас так танковая думал я его тут съем в этом файте как съем может быть монахи дали на бейке много да а Ага, а что-то было сделано для того, чтобы армии а блин время надо уходить игра будет очень очень долгой по идее блин это обидно так вас еще один важный апгрейд добавлен мой репертуар есть дырка давайте воспользуемся дыркой если она реально имеет почему мы должны это терпеть и игнорировать дырку ты может быть дракен и раньше почувствует что у него мало шансов издастся так снова голды 550 золота на это нам нужно на этот раз да дракен сдался победа с счетом больше мы пережили это ребята я совсем такого не ожидал дракен обрадован моей победе написал мне даже был плейд и видос подошел к своему логическому завершению замечательное же замечательно здесь даже пробиться можно было в какой-то момент возможно мне даже кавалерия бы внутри туда бы смогла бы забегать ну дракен конечно старался хорошо играл напрягал даже думаю большинство из вас думали что вот-вот он выиграет эту игру но не сложилось не свершилось я в итоге победил ну что ж ребята такая вот классная игра получилась дракену немножко не хватило меня допушить я в свою очередь отлично реализовался и 5 реликвий как мне кажется давайте быстро промотаем статистику всем хорошего настроения и жду вас всех на следующем видосе надеюсь в камере еще хоть немножко видно всем пока